Многие художественные галереи хотят представлять работы не только перспективных художников, но и тех, которые уже завоевали себе достойное имя. Залог успеха – ориентироваться только на самых лучших, считает Олег Таргало, владелец сети галереи «Раритет Арт». Художница Ольга Адальчук в числе таких и сотрудничает с галереей уже более 10 лет. Эта галерея, она самая лучшая. Такие виды на Украине, наверное, потому что эта галерея очень многое делает для художников, вкладывает в художников и морально, и материально, проводит много выставок, аукционов. Способность к рисованию у Ольги Адальчук заметили еще в детстве. Родители отдали девочку в студию изобразительного искусства. Уже после окончания школы Ольга поступила в Новосибирское художественное училище. Мастер предпочитает рисовать только пейзажи. На это повлияла именно та местность, в которой она росла. С детства меня отправляли в ссылку на каждое лето в деревню к бабушке и дедушке. И до 12 лет я проводила все свое детство в деревне. Очень живописное деревне. Реки, озера, лес. Пребывание на природе было постоянным. Общение с природой. Одна из особенностей творчества Ольги – способность работать во многих стилях. Предпочтение же художница отдает классическому реализму. Говорит, что ценит его за искренность и точность в передаче цветовой гаммы. После написания того же «Неба» его нужно сделать перспективным, по цвету, чтобы это все совпадало. Настроение картины, чтобы состояние природы было выдержано, когда оно писалось. А это все – это привязка. И сама композиция, и привязка даже к времени суток. Это должно быть все выдержано. С конца 90-х художница принимает участие в конкурсах и выставках не только в Украине, но и далеко за ее пределами. А в начале 2000-х художница уже была готова представить авторскую выставку. Моя персональная выставка первая проходила в администрации президента. Это для меня был маленький шок. Потому что ответственность была, конечно, как меня воспримут. Теперь работы мастера украшают приемные политиков, глав государств и бизнесменов. Следующим этапом на творческом пути Ольги стало культурное сотрудничество с Китаем, посредником в котором выступает галерея «Раритет-арт». Мне, конечно, очень приятно, что есть реакция на мои работы. И мне бы хотелось, чтобы побольше показать Китаю нашу красивую страну. Чтобы Китай увидел, какая у нас природа шикарная. Творческий коллектив «Раритет-арт» всегда открыт для подобных талантов и делает все возможное для того, чтобы имена достойных художников становились известными далеко за пределами Украины.